Поводом для установки первой станции послужила инициатива известного тувинского политического деятеля Чемид Даржуба Ировича Андара облагородить святое место для всех тувинцев – гору на одном из въездов Кызыл, где установлен памятник Арату. По инициативе организаторов в ближайшее время планируется сделать подсветку для памятника, энергию для которой и будет вырабатывать станция нового образца. Вот эту станок вы сделали. Ко мне обратился выдающийся космонавт Волк. Евгений Петрович, о том, что у них есть такая фирма, называется «Энергокомплекс». Эта фирма находится в знаменитом городе Жуковский. Вот специалист, вот главный инженер, вот директор одного предприятия. Я с ним уже полгода занимаюсь, и мы, эта установка в мире нет такой аналоги. Мы сколько его были, сказали, что у нас таких аналогов нет. Я все время думаю, как дать возможность сельскому человеку уйти от лучинки. А там только не лучинки. Холодильник надо, мобильный телефон надо, интернет надо, телевизор надо. Без этого молодежь сейчас никуда не пойдет. Вот главный вопрос о том, каким образом спасти современные цивилизации, чтобы привлечь молодежь к этому сельскому хозяйству. Вот главная задача. Сегодня Россия находится далеко не в первом десятке стран, инвестирующих экологически чистые источники энергии. Поэтому была разработана конструкция, которая совмещает в себе высокоэффективный ротор и оригинальное размещение солнечных батарей. Директор концерна «Энергокомплекс» Сергей Быков, который как раз руководил установкой конструкции на горе, надеется на то, что первенцы зарекомендуют себя хорошо и найдут у жителей Тувы широкое применение. Понимаете, человечество, оно тупое и ленивое. Вся жизнь на земле, она от солнца происходит. Но мы с большим удовольствием сжигаем то, что нам подарило солнце, то есть уголь, нефть, строим дикие плотины, накапливаем в них воду для того, чтобы извлечь энергию для своих нужд. А на самом деле мы все можем получить напрямую. По словам Чимидаржуандара, огромное количество сельских жителей в республике испытывают электрический голод, который планируется утолить подстанциями нового образца. О том, как будет работать подстанция и в целом развиваться технология, местные жители смогут убедиться воочию. Стоит надеяться, что это ноу-хау приживется на местной земле. И даже если не зашагает километровыми шагами по территории республики, то хотя бы наведается на улице Кызыла, которая так же, как и Араты, нуждается в электричестве. Владислав Кочурин, Юлия Шмидт, Илья Сапун, Новый Век.